Всем огромный привет! Сегодня я хочу собрать небольшой браслетик и кому интересно приглашаю к просмотру. Для работы нам понадобятся биконусы 4 мм. Если их у вас нет, можно заменить на бусины тоже 4 мм. У меня такие интересные, красивые биконусы. Нужен будет бисер. Я взяла такого серебристого цвета, номер вот такой, чешский бисер номер 10. Нужна будет леска, замок взяла магнитный и два колечка. Теперь отрезаем метр лески и приступаем к работе. Наш узор будет состоять из таких элементов. Для начала набираем 4 бисеринки. И одним концом лески проходим через последнюю бисеринку. Я вот держу левый конец, прохожу правым концом. Так. Прошли и всю эту работу опускаем в середину лески. Концы соединяем и спускаем. Получаем вот такой начальный элемент. Если показать по схеме, это будет выглядеть вот таким образом. Мы сейчас выполнили вот этот элемент. Сейчас на два конца лески надеваем по одному биконусу. Надели по одному биконусу. Можно сразу надеть по 4 бисеринки. Вот таким образом. На два конца надели. Можно отдельно надевать. Теперь одним концом работаем. Берем вот эти 4 бисеринки. И вот через первую проходим вот таким образом. Чтобы у нас тут образовался круг. Сейчас покажу на схеме. И тоже продвигаем работу. Должен получиться вот такой рисунок. Вот с одной стороны. Он нужно подвинуть. Сейчас эту сторону точно так же оформляем. Мы здесь надели тоже 4 бусинки. И через вот эту первую проходим леской по кругу. Так берем. Так. Где у нас конец? Вот этим концом. Ну, тем же левым концом проходим через вот эту первую бисеринку. И натягиваем. Сейчас еще раз покажу на схеме. Выглядит на схеме. Вот смотрите. Мы вот так вот выполнили сейчас. С этой стороны точно так же. Вот так вот одеваем эти 4. И вот так проходим. Вот через эту тоже. Вот здесь мы вышли. Сейчас одеваем на два конца тоже по одному биконусу. И проходим крест-накрест через вот эту бисеринку. Ну вот. С одной стороны я надела один биконус. С другой стороны один биконус и один бисер. Сейчас через эту бисеринку правой стороной лески проходим крест-накрест. И натягиваем. И получается у нас вот такой рисунок. Вот. Сейчас мы остановились вот здесь. Вот в этом месте. Сейчас надеваем на два конца лески по одному бисеру. И через третий бисер проходим крест-накрест концами лески. Ну вот так получается. Ну на один конец лески можно надеть один бисер. На другой конец два бисера. И через эту бисеринку проходим крест-накрест. Вот я надела с правой стороны один бисер, с левой стороны два бисера. Через вот эту вторую бисеринку правой стороной прохожу крест-накрест, концом лески и натягиваю. И у нас первый элемент готов. Вот он. Точно так же нужно выполнять остальные элементы до необходимой длины. Но сейчас у нас идут биконусы. На два конца надеваем по биконусу. Давайте еще раз. Можно каждый конец отдельно оформлять. Вот я на правый конец надела один биконус, левый пока отдыхает, потом надела 4 бисеринки. Вот смотрите, надела. Сейчас через первую бисеринку прохожу этой же стороной лески, вот так, чтобы образовался круг. И натягиваю. И двигаю. Получается у нас вот такой рисунок. Ну, как и здесь вот мы оформляли. У нас просто уже идет второе звено. Точно так же теперь надеваем на второй конец. Один биконус, четыре бисеринки. Так, давайте вместе вот один биконус и четыре бисеринки. Так, раз, два, три и еще один. Так, двигаем. Вот смотрите, у нас рисунок. Сейчас уже можно куда-нибудь закрепить. Тоже через вот эту первую бисеринку прохожу концом лески. И образуем круг. И таким образом оформляем вторую сторону. Вот смотрите, что получается. Вот, вот у нас концы лески. Сейчас надеваем один биконус и один бисер. Вот я надела по одному биконусу на каждый край. И еще один бисер на левую сторону надела. Правым концом лески прохожу через этот бисер крест-накрест. И натягиваю. Вот. Получается такой рисунок. Так, сейчас вот точно так же, как мы здесь выполнили, надеваем на один край лески два бисеринки, две бисеринки. Я, например, на левый край надеваю две. А на правую сторону надеваю одну бисеринку. Вот, надеваю одну бисеринку. И через вот эту вторую бисеринку левой стороны прохожу крест-накрест. Вот. И завершается у нас таким образом второе звено. Так, нужно хорошенько закрепить. Вот что получается. Ну, вот этот узор до конца повторяется до необходимой длины. Так, давайте еще раз. Вот эти края попробуем. Биконус, четыре бисера. И вот этой же стороной проходим через первую бисеринку. Вот так. И получаем узор. Ну, вот такой узор получаем, потом его двигаем. Вот так получается. И потом с этой стороны точно так же. Ну, вот я сплела необходимую длину. Сейчас нужно завязать концы. Для этого нужно еще раз по этим бисеринкам пройтись одним концом лески, чтобы концы лесок выходили в одной точке. Вот примерно так. Сейчас нужно завязать, отрезать и подпалить концы. Потом остается поставить замок. Ну, вот я закрепила замок с кольцом. У меня магнитный. Можно надеть просто карабин. И вот такой браслет у нас получился. Очень нежный и красивый. Его можно сплести и в два ряда тоже. Как-нибудь мы вместе сплетем. Но сегодня просто у меня не хватило вот такого бисера. Я тоже было задумала в два ряда сплести. Тоже получается очень красиво. Очень нежный и аккуратный узор получается. Вот. Всем желаю удачных творческих работ. И я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.